Нам для этого понадобится 2 яйца, одно у меня разбилось, я его быстренько так бросала, вот здесь у нас 2 яйца, добавляем туда щепотку соли, соль пищевая, немножечко беру ванильного сахара, капельку, чуток или скажем пол чайной ложки, беру сахар, сахар у меня получается, я чайными ложками считаю, поэтому ну 6-7 до десятка, все это размешиваю, туда 200 грамм творога и размешиваю, и все так же размешиваю, и сюда же я возьму манку, манки я беру тоже грамм 200-300, вот так, вот такая вот мы размешали творог и яйца, сахар и ванильный сахар и щепотка у нас здесь соли, такая получилась консистенция, сюда мы добавляем грамм 150 манки, и тоже это все перемешиваем, вот такая должна получиться у нас консистенция, далее берем форму, я беру керамическую форму, вот такую, укладываем пергаментную бумагу и немножечко растительного масла, чуть-чуть, размазываем по всей пергаментной бумаге, выкладываем нашу творожную манковую смесь, подготовленную к запеканке, выкладываем ее, ну таким слоем, чтобы было где-то миллиметров 30 толщиной, очень тоненько не должно быть, а это должна получиться у вас запеканочка, и она сейчас пойдет в печку, при температуре 180 градусов запекаться 10-15 минут, очень вкусно, ее можно подавать со сметанкой, можно подавать с вареньем и прекрасный завтрак, отправили запеканочку в разогретую духовочку, поставили на 15 минут, видите я, на 15 минут выставила и все, но будем периодически сюда поглядывать, это через 15 минут, поэтому я вижу, что нужна еще корочка, добавляю еще на 5 минут, на 5 минут добавляю, на 10 я добавила, но буду поглядывать, как оно получится, такая получилась у нас симпатичная запеканочка, мы ее сейчас переложим на досточку, хочу вам показать красивую досточку, девочка, которая больна ДЦП, сделала ее, на эту досточку мы и выложим, такая у нас получилась симпатичная запеканка, сметанки немножко ложу и для сладкоежек, немножечко добавляю сахара сюда, вот, и точно так же варенье немножко, это для тех, кто любит сладкое, все, приятного вам аппетита, друзья, подписывайтесь на мой канал, будем дружить, всем пока-пока, выклали на досточку, порезали, порезали и переместили все дальше,